Я гарантирую это прежде всего тем, что люди увидели, что будет, если потворствовать сепаратистам. Сколько крови проявилось? За что? Это что, за федерализацию? Это что, за русский язык? Разве это за защиту прав людей? Нет, это чистая федерализация. Это чистая мародина. Которые взяли в руки оружие, ну, в сторону, там, где сейчас ведется аддон. Я со Славянска. Вы в сторону Славянска показывали? Что? Я со Славянска. Вы в сторону Славянска показывали? Я показываю там, где на сегодняшний день страдает мир для них. Я мирная людь. Да, и вот на сегодняшний день сделано все, чтобы был мир по всему Донбассу. И вот я приехал сюда сегодня объявить, что я даю приказ о прекращении огня, чтобы больше никто не стрелял. И я очень прошу вас, чтобы мы молились Бога за то, чтобы этот приказ был, чтобы прекращение огня это было для всех. Чтобы с той стороны тоже это услышали и перестали стрелять. Чтобы люди наконец-то начали договариваться. Правда же, это будет хорошо. Вы согласны? Вы знаете, ответы на все вопросы. Поэтому это, на сегодняшний день мы, нет смысла, нет причины, ничто не толкает людей. Дайте приказ сегодня отозвать вас. Смерть не может радовать православных. Вы же православные. Я православный. Я даю сегодня приказ прекратить огонь и сложить огонь. Петр Алексеевич, один вопрос еще можно? Смерть, мы из Красного Теста, мы эвакуируем людей сюда. Первый вопрос, когда задают люди, когда мы их вывозим, они спрашивают, когда они могут вернуться обратно. Я очень надеюсь, что это будет после сегодняшнего приказа о прекращении огонь. Я очень надеюсь, что вот эти детали плана мирного регулирования, которые будут предполагать собой, не просто прекратить огонь, а выделить средства на то, чтобы отремонтировать разрушенные дома, чтобы людям было тяжелее. И все это сделать за счет государства. Восстановить рабочие места. Сделать проблему, чтобы громада решала, на каком языке я говорю. А вы относитесь к тому, чтобы висеть к этому привлечь в рамках сотрудничества, ответственных бизнесов, чтобы бизнес-промогали? Вчера я провел первые встречи сначала со всеми субъектами местного самоуправления Донбасса. Я пригласил мэров, пригласил депутатов в местных советах, пригласил глав местных советов. Это были не назначенные президенты, это были избранные людьми. Это была первая встреча. И второе, пригласил всех, всех в первых бизнесах. Были там все герои Украины от Донбасса, весь крупный бизнес, которым все директора предприятий. Вот презентация мирного плана. Вы за? А соседней области? Харфовская, Запорожская? Там сегодня нечего обсуждать. Там все за это. Там все за это. А вот на сегодняшний день там четырем мэром городов с оружием в руках запретили приезжать. Мы говорим о мире, а их не пускают. Разве это правильно? Пепеллиптические в ваших руках, абсолютно все. Вы же избранные. Я, дорогой, помню. А вопрос. Пепеллиптические в лавре находятся диабетики. Я благодарю вас за это. Пепеллиптические в лавре находятся диабетики. Люди, у которых пепеллиптические припадки, лекоментов в городе нет. Ну вот, такой такая информация, что в определенный момент нас могут перестать сюда пускать. Гуманитарная помощь. Смотрите, я объявляю сегодня прекращение огня. Если прекращение огня наступает, то мы получаем возможность доставить сюда лекарственные лекарства, лекарственные лекарства. Здесь-то еще относительно нормально. Да, есть здесь люди перемещенные, люди, которые вынуждены были уехать. А представьте, что творится в зоне действия ОТОН. Захвачены банки, не ходят в платежи. Мы были там, мы были в Славянске, мы возим туда гуманитарную помощь регулярно. Захвачено Казначейство, пенсионеры не имеют возможности денег получать. Зачем вы банки захватываете? Обращение. А по поводу людей, которых мы уже вывезли в Харьков, в самого Славянска, в Донецка, Славы постоянно вывозим. У них один и тот же вопрос, даже не то, что вернуться, а получить пенсии. Потому что сейчас харьковчане собирают деньги и начинают им давать. Бюджеты местные смогут это обеспечить. Я провел заседание Совбеза. В рамках Совбеза я отдал приказ. Как только мы объявляем режим прекращения огня, в тех городах, где он поддержан, мы сразу же включаем и режимы Казначейства, и режимы выплаты пенсии, и завоз денег, и все остальное. Те, кто перемещенные со вторника, здесь тоже должны, по моему поручению, получить выплаты. Они у нас в квартирах сейчас живут. Многодетные семьи мы вывезли. В прошлой неделе три семьи. У двоих две беременные мамы и по четыре ребенка. А одна беременная, у нее уже пять детей. И они живут у наших волонтеров на квартирах. А вот вы что предлагаете? Я на сегодня... Возможность у государства будет сделать все, чтобы они вернулись назад. Чтобы мы навели мир. Давайте мы определимся. Если там война, и мы здесь строим границу, то тогда здесь их нужно облаштовывать. Если там мир, и мы наоборот ликвидируем границу, и сделаем все, чтобы восстановить места, где они жили, это правильно. И вот сегодня этому это шло. Девушка из Славянска, мне благодарю. Петр Алексеевич, значит, 7 числа прошла инабрация президента. Мы, как нормальные, адекватные люди, уже поняли, что у нас есть президент. Мы возвращаемся домой в Славянск. И приезжаем где-то часов 10. Успели из оставшейся остатков воды помыться, принять душ. Ну, ни воды ж, ни света нет. Уже ж третья неделя в Славянске. И тут прямое попадание в дом. Ну, это хорошо, у нас попал в подъездный проем, 4 квартиры. И понимаете, пришлось 5 лет назад возвращаться. Вот смотрите, по обращению ко мне донецкого мэра и министра внутренних сил, я отдал команду в субботу и в воскресенье с 7 утра, только в Славянске, прекратить огонь для того, чтобы дать возможность ремонтникам, подойти туда, сделать воду и наладить энергоснабжение. Не получилось. Кто в них, кто, тоже где могли сделали, а кто в них начал стрелять, не украинская армия. Вот зачем, что они сделали такого. Уже ребят, ну, это вот Славянску дайте возможность хоть воду подать. Нет. Поэтому вот наша позиция предельно представлена. В Славянске, в Краматорске, в Горловке, в Макеевке, в Рубежной, везде. Мы должны сделать шаги, которые позволят на сегодняшний день восстановить нормальную земную жизнь. Но это не сделает президент-адент. И это не сделает только украинская армия. Это сделает тогда, когда мы все объединимся. Тогда, когда жители Славянска, жители Горловка, жители Макеевки поймут, что нам тоже нечего делить. Мы все должны выйти и говорить перед другом, должны находить точки соприкосновения, должны восстанавливать мир, должны восстанавливать жилье и все остальное. Мы понимаем, Петр Алексеевич, задача этой войны не уничтожить город. Потому что у нас уже создается впечатление, что у нас просто... Еще раз, я же не говорю о том, что единственное, где сейчас, к сожалению, могут продолжиться действия, это если в рамках буферной 10-километровой зоны на границе с Россией. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, тяжелая военная техника, танки, системы залпового огня, пушки, они же попадали оттуда. И вот единственное, что может произойти, это если не будет восстановлена 10-километровая зона и пойдет туда или военное вторжение лететь. По всему остальному, вот завтра в Славянске украинские войска стрелять не будут. Спасибо. То есть мы можем позвонить сегодня в Славянск вечером, сказать родителям, идите за водой 5 километров, у них нет воды. Петр Алексеевич лично пообещал. Завтра, скажите им то, что я вам сказал. Вот видите, я же говорю под камерой. Ну, много чего говорят на камере. Завтра, нет. Ну, я стояла под обстрелом Градом, и Град не принадлежит этому ополчению, либо России, либо как вы называете, мы мирные. Не совсем. Градом обстрелили эти самые ополченцы. Карачун был занят, Карачун был занят украинскими войсками. Мы же с вами сейчас здесь не дискутируем. Просто я была в Славянске, а вы были нет. Я был в Славянске. Ну, я там была жила, я вышла в Славянске. Я сейчас еду в штаб ИТО, и я отдам вам приказ. Будем за вас молиться. И если со стороны незаконных вооруженных формирований не будет украинские войска атакованы, первыми украинские войска огонь не откроют. Никаких перемещений, никаких. Больше там движений больше не будет. В течение недели. И вот за эту неделю мы должны сформировать совместные силы порядка, которые будут контролировать порядок в городе, не дадут развернуться мародерам и начать процесс сдачи оружия. Чтобы зашли ремонтники, чтобы зашли пенсии, чтобы зашли зарплаты, чтобы начали функционировать магазины, банковская система. Ведь проблема не только в том, что казначейство не функционирует и не перечисляет. Проблема в том, что наличных денег нет. А почему нет наличных денег? Потому что никто не везет. Потому что как только заезжает инкассаторская машина, я тут же останавливаю, грабят и деньги разграбляют. Деньги довезти нельзя. И вот как только будет система мира, я вас уверяю, 90% людей, по какую бы сторону антитеррористической операции не находились и не хотят мира, я в это верю. Я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы этот мир пришел в зону АТО. Неделя будет для того, чтобы те, кто хотят мира, сегодня обратились, в том числе, к незаконно-боруженному формированию. Слушай, тебе ничего не угрожает. Президент примет амнистию. Президент пустит совместные силы для патрулирования. Сдайте оружие. Перестаньте убивать. Но вы же отличаете мирных жителей. Вот моих родителей... Мы восстановили контроль над границей, он со стороны Российской Федерации попытался прорваться на территорию Украины. И он был захвачен. Наши мировые скандалы. В районе Марионова. Вот внутри находятся документы. Вот военная часть 18-й десантной бригады города Чечня. Вот оттуда приехали, запустили. Что им здесь делать? Ну что, мы без них не разберемся. Что он здесь делает? Вот зачем он сюда приедет? Ну вы же согласны, что не жителей Славянска звали сюда? Нет. Нет, нет. И вот поэтому жителям Славянска, нужно сказать, ведь было очень много видео, когда жители Славянска говорили, вы здесь у нас ставите блокпост. Идите отсюда. У меня здесь дети. И я не позволю вам здесь стоять. Вот сегодня надо, чтобы этот голос Славянска был громче. Украинская армия свой шаг сделала. Реакция незаконных вооруженных сформирований мне неизвестна. Но я очень рассчитываю на реакцию жителей Славянска. Мы на вас надеемся.